Театра им. Волкова миф и реальность. Шум, поднявшийся вокруг объединения Волковского и Александринского театра, мне непонятен. Их заставляют объединяться. Нет. Если же институции сами договорились, если трупы и худруки согласны, так кому какое дело. Причем тут союз театральных деятелей. А уж обсуждение широкой общественностью. На моей долгой памяти много было таких обсуждений самых разных тем, и в 1930-е годы, и в 1950-е, и в 1960-е. И никогда ничего толкового из этих обсуждений не получалось. Бывает, что люди хотят сойтись. Бывает, хотят разойтись. В добрую минуту. Если говорить хоть сколько-нибудь серьезно, то вся эта борьба за историческое первенство и претензии на него театра имени Волкова напоминают мне анекдотическую ситуацию с книгой 2000 лет армянского театра Георга Гойана. В этом почтенном труде, действительно, содержалось много полезной и даже ценной информации. Но в целом 2000 лет армянского театра на основании раскопок античного амфитеатра на территории Армении, это смешно. И точно так же анекдотично, на мой взгляд, воспринимать то, что было в середине 18 века, и то, что есть сейчас, как один и тот же театр Волкова. Ярославль, прекрасный город, и родина Федора Волкова. Это был действительно замечательный человек. И вся семья Волковых была прекрасная, интересная. Очень хорошую книгу об этом периоде написала Людмила Старикова о Федоре Волкове «В поисках истины». И поклониться Федору Волкову ездили деятели театра, начиная с 19 века. Однако и сам Федор Волков, как все помнят, и актеры его самодеятельной труппы были очень быстро переселены в Петербург. Там труппа его была расформирована. Он и несколько товарищей остались учиться в шлихетском кадетском корпусе. А потом вошли в труппу созданного указом императрицы Первого русского профессионального театра. И мне совершенно не ясно, почему современный Волковский театр, здание которого было построено в 1911 году, и, к слову, далеко не является идеальным образцом русской архитектуры, следует считать старейшим или первым русским театром, ведущим родословную от труппы Федора Волкова. Этот театр просто был назван в его честь. Вот, кстати, в Москве есть театр имени Ермаловой. Замечательный театр, прекрасно к нему отношусь, но к Марии Николаевне Ермаловой он никакого отношения не имеет. Как и театр имени Федора Волкова к Федору Волкову. Когда театр имени Федора Волкова объявил себя старейшим русским театром, нам, историкам, нужно было протестовать, кричать, что это неправда, что это не так. Выходить на пикеты. Потому что, один раз сфальсифицировав историю, мы вступаем на порочный путь. Вообще, в разговоре о рождении русского театра, я бы вспоминала не институции, а людей. Директора первого русского театра Александра Сумарокова. Обязательно нужно вспоминать и чувствовать Ивана Афанасьевича Дмитревского, сподвижника Волкова. Сколько в нем было русского изящества. Какой тонкий человек был, какое цветение крупного ума. Но если все же рассматривать вопрос первенства, то больше всего прав на титул старейшего русского театра, пожалуй, у Александринки. Юбилею Александринского театра всегда было принято считывать или от 1756 года, со времен указа Елизаветы Петровны, или от 1832 года, времени открытия гениального театра Карла России. Но решающий аргумент в пользу Александринки тот, что русская драматическая, императорская ли, советская ли, труппа существовала здесь в силу организационных устройств непрерывно. Впрочем, на мой взгляд, все эти игры в конечном счете не очень приличны. Если спросите, кто сейчас лучше выглядит, Александринка или Волковский театр, то я скажу, что Александринка. И Валерий Фокин, пожалуй, как режиссер для меня поинтереснее будет. Но если Александринский театр и театр имени Волкова решили объединиться, это их выбор и их желание. А весь этот шум недостоин великих событий. Автор – театровед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России, лауреат Государственной премии РФ. С альтернативной точкой зрения на проблему выступила доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Маргарита Ваняшова. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Продолжение следует...